Всем привет! Сегодня 27 февраля, суббота, и мы выходим с нашим очередным еженедельным обзором финансовых рынков от FT Invest. Напоминаю, меня зовут Ринат Хасан. Начнем мы традиционно с индекса московской биржи. Как видите, та модель, о которой мы уже говорим с вами третий раз, продолжает себя оправдывать. Акции начали падать уже довольно давно и падают, падают, падают уже раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, уже, наверное, восемь дней. Причины этого разнообразны. Мне кажется, что с одной стороны можно говорить и о внутренних причинах, имея в виду, что акции вот здесь, вот здесь не взяли максимум. Ну а в дальнейшем произошло движение вниз и в том числе по международным причинам, которые в основном связаны с ростом доходности облигаций, о чем мы также вас предупреждали заранее, глубоко заранее. Основная интрига остается в том, по моему мнению, где все-таки остановится падение российского рынка. Ну, пока мы говорим о нем. Картина в индексе РТС, ну, примерно такая же. Серьезное падение произошло вчера, вот оно, да. Но оно произошло не только в России, оно произошло и в других странах. И, повторяю, в основном это связано с тем, что, в общем, грубо говоря, росла стоимость кредита. Вопрос, где остановится падение? Ну, смотрите, вот ключевое сопротивление где-то в районе 1360 для РТС. И, ну, вот здесь не очень понятно, ну, наверное, 1270, нет, 1266 для индекса Мосбиржи. Если это ключевое сопротивление будет удержано, то, возможно, акции развернутся вверх. Но, мне кажется, что проблемы у нас гораздо более серьезные. Так как, если приглядеться, ну, к примеру, в график индекса Московской биржи, это те же самые, тот же самый график, но рисунчик уже другой, на котором вполне различима, вполне различима фигура голова-плечи. Голова-плечи очень серьезная, графическая проблема для любого актива, и преодолевать ее всегда очень сложно. Поэтому негативный прогноз для российских акций мы сохраняем. Но все же, все же думаю, что главная проблема, главное сопротивление – это вот здесь. Дальше уже может быть, может быть, да, но посмотрим. В общем, следите за нашим сайтом и вообще относитесь к этим рекомендациям чисто практическим. То есть, в принципе, вот ФТ Инвест индекс пострадал совершенно незначительно. Почему? Потому что мы продали, сначала продали большинство ликвидных акций, оставили одну, кстати говоря, зря. А почему я ее не продал? Потому что, ну, там была модель роста, на которую можно было опереться. Но видите, в чем проблема рынка? Это так называемый систематический риск, когда все падает вместе. Да, низколиквидные секторы движутся не так быстро, но и он, но и он по каким-то причинам, видимо, не знаю, нервы наступают, нервы прибавляются у инвесторов, у игроков, и они тоже начинают продавать. Вторую акцию мы уже потом докупили, но в ней была явная модель роста, и она пока не срабатывает, но мы ее пока и не продали. Может быть, продадим завтра. Но видите, в чем проблема? Даже некоторым бумагам, которые теоретически вообще отдельные от рынка, тяжело расти, когда все кругом падает. И пока мы видим исключительно негативную картину. Также традиционно посмотрим на графики рубля по отношению к доллару. И здесь вы тоже можете видеть, что та техническая модель, которую мы вам ранее показывали, вот здесь она была, она продолжает действовать. Продолжает действовать. Куда дальше двинется наш российский рубль против американской валюты? Посмотрим. Но если будет разворотная модель, мы вам ее обязательно покажем. Опирайтесь на технический анализ ФТ-инвест при принятии своих решений относительно торговли. Ну, в общем, все это происходило на фоне падения облигаций по всему миру. Не обошло это и наш многострадальный индекс ЛГБИ российских облигаций. В общем, не только на мировом рынке растут доходности, но и на российском, как видите. Вот здесь все-таки, я вам показывал в прошлый раз, вот здесь у меня была надежда, что будет зацепка какая-то. Вот тут вот формировались сопротивления, но ничего этого не произошло. Четверг-пятница, серьезное очень падение. Происходит почему? Потому что идет рост доходности десятилетних бумаг США. Я вам этот график показываю уже не знаю в какой раз. Начали мы вот тут, вот тут начали. Он был такой немножко больше развернутый в правую сторону, но, тем не менее, время идет, а модель продолжает действовать. Есть красный, вот такой вот достаточно серьезный бар. Почему это происходит? Потому что многие начинают... Почему затормозилось, я имею в виду, падение доходности? Ну, потому что многие начинают думать о том, что, может быть, пора уже купить вот эти бумаги, да, и распродажа на этом остановится. Но распродажа идет по всему миру. Вот картинка, но она уже не моя, я ее взял в Твиттере. Но, тем не менее, она хорошо демонстрирует то, что практически по всему западному миру идет рост доходности. Вот она, американская доходность. Ну, вот, соответственно, Италия, что тут еще, Япония и Германия. Везде идет падение облигаций, хотя, ну, говорите о том, что это прям такое, что-то страшное происходит, конечно, пока еще очень рано. Но рынки, рынки заколебались. Рынки заколебались, заколебались так, что, например, золото сильно обвалилось, но, обратите внимание еще раз, следует той технической модели, о которой мы вас заранее предупреждали. Вот здесь. Мы продали все свои золотые активы, а они там сильно тоже падают свет за металлом. Ну, как бы потерь у индексов это инвест нет. Следуйте нашим рекомендациям, у вас тоже не будет. Но, я еще раз, почему интересно всегда золото? Потому что все боятся инфляции, разговоры вокруг, только об этом идут, почему продаются, собственно говоря, облигации. Я об этом уже несколько раз и говорил, и ролики снимал. Но золото почему-то снижается. Объективно, почему снижается? Потому что оно не приносит дохода, а чем больше доходности есть на американском рынке, то есть в американских облигациях, ну, тем как бы менее привлекательным является металл. Это очень странно. И еще раз, говорит только о том, что, скорее всего, вот в этой торговле всей участвуют исключительно роботы, которые действуют по заложенных в них программах. То есть, если растет доходность, падает металл. Они нажимаются, не знаю, автоматически нажимаются на кнопку «продать золото». Скорее всего, что-то нечистое в этом. Ну, для нас с вами можно рассуждать чисто-нечисто, но такова, как говорится, реальность. Может быть, вся реальность состоит в том, что вот мы только с вами на графике что-то видим. Какие там сделки заключаются, поставляются ли реальный металл, участвуют ли в этом какие-нибудь Центробанки мира, в том числе Российский Центробанк. Возможно, но нам это неизвестно. Мы увидим только то, что видим, а видим мы с вами падение желтого металла, поскольку растет доходность облигаций. Пока можно сказать, что преодолено вот это ключевое сопротивление, и дальше там сопротивления нет. Возможно, дальнейшее падение и где-то, где-то позже формирование новой модели роста золота. Как только такая модель будет формироваться, мы начнем вновь покупать, ну, прежде всего, в наш американский индекс золотые активы. Ну, падение доходности или, извините, падение облигаций привело к тому, что сформировалась модель, медвежья модель в индексе S&P 500. Зашатались, как говорится, и акции. Причем вот S&P 500 серьезное падение, а Dow Jones вообще ввалился, вообще ввалился, смотрите, ниже того сопротивления к синей линии, которое мы обозначали, который вроде как успешно преодолел. Но в пятницу пошел обвал. Почему происходят такие обвалы? Ну, прежде всего, это связано с оценкой цены бумаги. Когда мы проводим оценку, фундаментальный анализ любой бумаги, мы закладываем в них, ну, как бы свои доходности. Ну, примерно, вы можете так смотреть. На российском рынке мы говорим о том, что инвестор получит стоимость, доходность 15% при такой-то цене, а на американском, ну, там около 8-9%. Пока таких и близко доходностей нет по никаким облигациям в США. Ну, и в России тоже пока нет. Ну, в общем-то, поэтому, ну, как иначе говоря, требуемая доходность инвесторов, в данном случае 5, 15 и 9%, оно формирует в дальнейшем оценку. И когда мы вам говорим, вот эта акция, валюта кое-то, а стоимость такая-то, вот эта разница, margin of safety, или запас прочности, это та потенциальная прибыль, которой вы обладаете. Но это при 15%. Если я заложу в модель то, что сегодня есть там полтора процента, наша оценка вообще куда-то в вершину уйдет, понимаете? И можно будет сказать, там, допустим, что акции, там, Apple, они нормально оценены. Но как только растет доходность, то надо дисконтировать на большую и большую величину. И поэтому особенно это касается фундаментально переоцененных бумаг, они начинают сейчас шататься. То есть те, кто владеют ими, понимают, ну, понимают, что рискуют. И могут начинать фиксировать прибыль, переключаясь вот на фиксированный доход, который приносит, ну, уже более-менее приличные деньги. В общем, это причина. И причина довольно серьезная. Когда остановится рост доходности, может быть, он уже остановился, может быть, вот здесь, вот это и есть вершина, но пока говорить рано. Мы покажем вам, если будет новая модель, здесь модели никакой не было, все-все-все-все-все-все столько шло в рост. Если вот здесь что-то там будет намечаться, мы обязательно вам покажем. Ну, и это будет сигналом для того, чтобы, ну, говорить о каком-то рыночном успокоении. Пока об этом говорить рано. В общем, у нас и в России там достаточно огромное, ну, большое количество кэша. В Америке то же самое. В общем, мы ждем, продолжаем ожидать падения. Может быть, когда-нибудь будем покупать. Ну, что касается обычно наблюдаемых нами с вами двух еще активов, это индекс доллара и евро-доллар. В общем, здесь произошел разворот, но, скорее всего, все-таки, я думаю, что это продолжение бокового движения вот туда, куда-то, да. Но, тем не менее, произошел разворот, может быть, это связано с тем, что, ну, какая-то заминка в росте доходности, но разворот, обратите внимание, вверх. То есть, индекс доллара предполагается, что будет расти. То же самое касается и доллара по отношению к евро. В общем, ситуация, скорее всего, боковая, но обращайте на них тоже внимание. Начинает дорожать доллар, падает золото, ну, в общем, все как по классике. В общем, вывод такой, что всем проявляйте осторожность. Я недавно записал видео, короткое, про облигации и закончил его словами «Пристегните ваши ремни». Ну, может быть, не настолько ситуация сложная, но всегда, так как всегда, можно продать. Ну, я рекомендую пока. в ликвидном, во всяком случае, секторе оставаться вне рынка в России, ну, а там в Америке смотрите по текущей технической ситуации в отдельных бумагах. Субтитры создавал DimaTorzok